Мысль материальна, но не так, как про нее думают. Мысль действительно производится нашим мозгом, и в этом смысле это физическое явление. Человек не думает, что он что-то может изменить своими действиями, поступками, решениями, и рассчитывает, что он своими мыслями способен как-то привлечь влияние внешних факторов, и они его таким образом настроят на нужную волну, он ее поймает и взлетит. Думать, что мы этой работой общаемся со Вселенной, посылаем ей какие-то запросы, и она нам отвечает, ну, наверное, немножко наивно. Здесь как минимум срабатывают два таких когнитивных искажения. С одной стороны, есть люди, которые говорят, что они так делали, мечтали, мечтали, ничего не делали, но оно все сложилось. Такое может быть, потому что есть такое когнитивное искажение, называется ошибка выжившего. Второе когнитивное искажение, называется иллюзорная закономерность, неправильное составление причины и следствия. Представьте, что вы замечтались, что у вас все сложится невероятно, и вы прямо поверили в это. Это не желания стали исполняться магическим образом, это просто они на вас так повлияли, что вы и без них, если бы так себя вели, получили бы ровно то же самое. Субтитры создавал DimaTorzok